Добрый день, уважаемые студенты! Поздравляю вас с начала нового учебного года. У нас с вами всего одна лекция, которая будет посвящена особенностям образовательного процесса в медицине и симуляционного обучения. Наш бывший ректор Петр Витальевич Булыбучко в своем докладе «Инновационные подходы к подготовке современного врача» сказал, «Главное – видеть цель и результат, которые должны быть достигнуты каждым из вас в определенные сроки. В связи с этим сформировано современное медицинское образование. Наше медицинское образование должно соответствовать профессиональным стандартам, образовательным стандартам и со стандартами оказания медицинской помощи. Понятно, что для этого у нас существуют стандартизированные условия обучения, которые направлены на формирование содержания и в соответствии технологиям обучения. Профессиональный стандарт. Что же это такое? Это методический документ, описывающий характеристики знаний, умений, профессиональных навыков и опыты врача, педиатра участкового, либо терапевта участкового, необходимых для осуществления данной профессиональной деятельности и мотивирующий специалиста к профессиональному карьерному роду. Что такое учебный план? Учебный план регламентирует объем и дисциплины, которые должны быть обязательно освоены студентами в процессе подготовки в университете. Существует такое понятие, как континуум медицинского образования по специальности лечебное дело. Это весь процесс вашего развития на протяжении всех шести лет обучения. На первом и втором курсе происходит формирование общих представлений о медицине в целом и о человеке в частности. Вы узнаете о том, что у человека есть две руки и две ноги, и он иногда болеет. На третьем и четвертом курсе происходит формирование общепрочевных представлений, знаний, навыков. Здесь вы познакомились с основами пропедевтики, основами протекания заболеваний. И пятый и шестой курс – это формирование клинического мышления, алгоритмов поведения. Здесь уже у вас сформируются конкретные навыки оказания помощи и сформируются стереотипы алгоритмов действия, необходимые в вашей ежедневной работе. Поэтому на кафедре симуляционного обучения образовательный процесс построен на все этапы освоения материала. То есть я слышу, я вижу, я делаю и понимаю. Только выполнив несколько раз одно и то и иное действие, вы сможете в дальнейшем вспомнить его и прибегнуть к нему в своей профессиональной деятельности. Поэтому у нас выделены два направления обучения. Это профессиональная подготовка к навыкам выполнения различных манипуляций с акцентом на специальные медицинские знания и отработку последовательности действий. И групповая подготовка всех обучающих, когда вы учитесь в координации работы в команде и управлении ресурсом в признанных ситуациях. Как правило, это студенты старшего курса, а в некоторых ситуациях даже и ординаторы. Программа обучения обеспечивает максимальную степень увлечения студентов в процесс обучения и реализацию задачи освоения практических навыков. Высокое усвояемое знание, формирование мотивации к дальнейшему самостоятельному росту. Модернизация системы здравоохранения и системы подготовки медицинских кадров происходит поэтапно. С 2016 года произошло внедрение процедуры первичной аккредитации специалистов. Мы все с вами переходим на систему непрерывного медицинского образования. На настоящий момент, уже мы находимся на последнем этапе, мы уже переходим к первичной специализированной аккредитации. То есть первичной аккредитации подлежат все выпускники университетов. Первичную специализированную аккредитацию проходят лица, освоившие ординатуру. И также лица, получившие новую специальность. И уже в 2020 году первичную или первичную специализированную аккредитацию смогут пройти выпускники иностранного вуза. Поэтому для вас коротко представлена схема. То есть вы, закончив специалист, специальность лечебное дело, педиатрии и так далее, проходите процедуру первичной аккредитации. Ее цель – определить соответствие вас с профессиональному стандарту врач-педиатр или терапевт-участковый. Затем вы осуществляете свою профессиональную деятельность в течение 5 лет и продолжаете свое обучение в системе непрерывного медицинского образования на портале. И затем приступаете к процедуре периодической аккредитации. Периодическая аккредитация будет проходить также раз в 5 лет. Существует вероятность, что после первичной аккредитации вы можете поступить и продолжить свое обучение в ординатуре. Для этого вы проходите обучение в течение 2 лет по программам ординатуры. После этого вам необходимо сдать первичную специализированную аккредитацию, которая отражает ваше соответствие профессиональному стандарту той специальности, по которой вы обучались. Также в процедуре первичной специализированной аккредитации подлежат лица, которые освоили программу профессиональной переподготовки, то есть получили новую специальность. И затем они также вступают в систему непрерывного медицинского образования и переходят к процедуре периодической аккредитации. Лица, освоившие программу повышения квалификации. Если сертификат был получен до 1 января 2016 года, они все еще находятся в системе сертификации. Последний сертификат будет выдан 30 декабря 2020 года. С 1 января 2021 года все лица перейдут к процедуре периодической аккредитации. Основанием для периодической аккредитации является ваше персональное портфолио, в котором на протяжении 5 лет вы на портале непрерывного медицинского образования осваиваете программу повышения квалификации. И набираете до 250 баллов. Только 250 баллов позволит вам пройти процедуру периодической аккредитации. Что такое первичная аккредитация и из каких этапов она состоит? Коротко я вам об этом расскажу. Первый этап – это тестирование по основным и смежным дисциплинам. Второй этап – это аттестация практических навыков по специальности в симулированных условиях. Так называемый объективно структурированный клинический экзамен. ОСКИ на 6 курсе у вас также применяется в качестве оценочного инструментария при проведении зачета по нашей дисциплине. Во втором семестре зачет у нас будет проводиться в форме ОСКИ. И третий этап – это решение ситуационных задач в форме мини-кейсов. Значит, смотрите, в тестировании существует общая база из 3000 вопросов. На аккредитации у вас будет предоставлено 60 вопросов и 60 минут на выполнение тестирования. Если тестирование успешно сдано, то вы переходите на второй этап. На каждом этапе у вас существует возможность две пересдачи. Если две попытки пересдачи неуспешны, значит, вы считаетесь не сдавшим аккредитацию и не допускаетесь до второго этапа. На втором этапе у вас 5 станций. Каждая станция занимает 10 минут. Это так называемая оценка практических навыков, умений в симулированных условиях. Ваша задача – пройти все 5 станций и выполнить не менее 70% пунктов чек-листа. Не сданная одна станция, не сданный весь объективно структурированный клинический экзамен. Ваша задача – продемонстрировать хорошие навыки и освоить алгоритмы выполнения навыков. На третьем этапе, так называемые мини-кейсы, вам предоставлены две задачи, в каждой из которых находятся вопросы. Вам необходимо минимально ответить на 7 вопросов. После этого, если третий этап успешно завершен, то вы считаетесь сдавшим, прошедшим аккредитацию. После этого, в течение недели, с момента аккредитации, вам выдается выписка из протокола заседания аккредитационной комиссии, где вы признаны сдавшим. Эта выписка вам необходима для трудоустройства на работу. Свидетельство об аккредитации будет выдано чуть позже. Для начала достаточно выписки из протокола заседания аккредитационной комиссии. И после этого вы приступаете к профессиональной деятельности в участковой службе и продолжаете свое дальнейшее обучение в системе непрерывного медицинского образования. Где можно взять материалы, необходимые для первичной аккредитации? Существует сайт Методического центра аккредитации специалистов. Звучит он fmza.ru Там находятся все материалы, которые вам потребуются для подготовки к процедуре аккредитации. Там подробно описана процедура аккредитации. Там находится репетиционное тестирование, то есть там находится база тестов, необходимой вам для подготовки к первому этапу аккредитации. Также в разделе перечень практических навыков находятся все паспорта станций, в которых отражены основные моменты выполнения. То или иной манипуляции, и они вам потребуются для подготовки как к практическим занятиям, как к проведению зачета, так и для процедуры первичной аккредитации именно второго ее этапа. Также в режиме репетиционного экзамена вам доступны здесь материалы для подготовки к третьему этапу. Все ситуационные задачи мультикейса размещены в общем доступе. Не тратьте время, начните свою подготовку с сентября месяца, для того, чтобы в мае вам не свалился большой ком нового материала, необходимый для изучения. Какие существуют площадки для реализации учебного процесса, так называемой станции, объективно структурированного клинического экзамена? На нашей кафедре их существует шесть. Первая – это базовая сердечно-легочная реанимация. На данной станции отрабатываются навыки сердечно-легочной реанимации новорожденного, ребенка в возрасте до 8 лет и взрослого. То есть все навыки, имеющие отношение к базовой сердечно-легочной реанимации. Вторая станция – экстренная медицинская помощь, где разбираются все состояния, требующие оказания экстренной помощи. На станции неотложной медицинской помощи отрабатываются навыки выполнения манипуляций, где вы демонстрируете ту или иную манипуляцию. То есть если в экстренной медицинской помощи оценивается алгоритм диагностики лечения и состояния, то здесь уже какая-либо манипуляция, направленная на оккупирование того или иного неотложного состояния. На станции физикальное обследование вам необходимо освоить навыки обследования дыхательной, сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта. И на станции диспансеризация отрабатываются навыки амбулаторного приема, то есть навыки работы врача участкового, либо амбулаторный прием взрослого человека, либо профактический осмотр, где вы выполняете ту или иную манипуляцию. И шестая станция, которая являлась пилотной – сбор жалоб и анамнезы на первичном амбулаторном приеме, где ваша задача – правильно собрать жалобы, выдвинуть диагностические гипотезы и сформулировать план обследования и лечения. Что такое коммуникация? Это не специфические навыки врача, так называемые soft skills, мягкие навыки, которые необходимы специалисту любого профиля. Понятно, что пациенту необходимо достигнуть определенного контакта с пациентом для того, чтобы собрать жалобы. Понятно, что большое внимание уделяется приветствию, сбору анамнез, жалобу, уточнению деталей болезни, ваше положение, попросили ли вы его присесть. Здесь не ставится задача поставить правильный диагноз, ваша задача – правильно спросить и выйти на верную диагностическую гипотезу. Потому что именно от навыков расспроса, от мягких навыков, зависит дальнейшая приверженность пациента к лечению, ваше с ним взаимопонимание и уменьшает возможность каких-либо недопониманий и развития судебных каких-то дел по отношению от пациента к врачу. Понятно, что на нашей кафедре вы столкнетесь с новым подходом к оценке знаний. Традиционная форма, к которой вы привыкли, это демонстрация знаний, умений. Отсутствует алгоритм выполнения навыков и деформации алгоритма в соответствии с тем, как работает определенная больница, определенная политлиника и так далее. Наша задача с вами – сформировать правильный навык, который соответствует стандартам проведения каких-либо манипуляций. Во время объективно структурированного клинического экзамена вы имеете одну клиническую ситуацию, но несколько вариантов развития событий. Обратите внимание, например, вторая инстанция – экстренная медицинская помощь. Ситуация всегда практически одна. Пациент пришел к вам на прием, ему внезапно стало плохо, медсестра не может вам помочь, потому что успокаивает родственников. Войден врач, пожалуйста, спасите, помогите. Но в зависимости от этого у вас 12 сценариев развития событий. То есть это либо острый коронарный синдром, либо острое нарушение мозгового кровообращения и так далее. На станции физикальное обследование тоже пришел пациент на прием. Обследуйте и подтвердите какой-либо диагноз. Ситуация одна – пациент на приеме, но вариантов развития событий также несколько, потому что патологии сердечно-сосудистой или дыхательной системы существует большое множество. Все это вы можете выслушать, посмотреть на наших симуляторах. Поток студентов и индивидуальный маршрут для каждого. Обратите внимание, во время объективно структурированного клинического экзамена у вас у всех одинаковый набор станций, но разная последовательность их прохождения и случайный выбор задания на этой станции. Несколько этапов, то есть диагностические, лечебные манипуляции, уход, неотложная помощь, заполнение медицинской документации, коммуникация, то есть различные аспекты вашей практической деятельности. Строгое ограничение по времени. На работу станции уходит до 10 минут. В это время включено перемещение между станциями, ознакомление с заданиями, ознакомление с помещениями станции. Поэтому требуется четкого тайминга. Поэтому дома старайтесь отрабатывать на временной лимит, на временное ограничение. И на каждой станции существует оценочный лист. Оценочный лист одинаковый для каждого обучающегося. То есть перечень пунктов, перечень оцениваемых параметров одинаковы. Для вас они доступны. Вы их можете изучить и пользоваться в процессе подготовки к занятиям. Продолжение следует...